В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Я и мои коллеги в ближайшие 20 минут расскажем вам о главных событиях этого дня. В протоке Тундровый шар и реке Печорине обнаружено следов нефтепродуктов. Такое заключение сделано по итогам выездной проверки межведомственной группы. Учиться никогда не поздно. В Заполярье для тех, кто остался без стабильного заработка, появилась возможность получить новое образование. Причем абсолютно бесплатно. В Наринмар пришла настоящая весна. Горожане приятный сюрприз восприняли настороженно. Но синоптики успокаивают. Тепла хватит надолго. Сбережение населения – наш национальный приоритет. Этот тезис стал одним из основных в послании президента России Владимира Путина. Обращение к населению глава государства огласил в Центральном выставочном зале «Манеж». И вот как прокомментировал послание президента, губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный. Сегодня президент России выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Владимир Владимирович обозначил главную задачу – обеспечить реальный рост доходов россиян. Президент анонсировал беспрецедентные меры поддержки, выплаты молодым мамам, выплаты для детей в возрасте от 8 до 16 лет из неполных семей, 100% оплата больничного листа по уходу за ребенком, выплаты педагогам среднего профессионального образования по аналогии с классными руководителями, «Единовременная выплата для семей, воспитывающих школьников», – написал губернатор Ненецкого округа на своей странице во Вконтакте. Напомню, в ежегодном послании президент дает оценку положению дел в стране и обозначает приоритеты. В этот раз послание длилось 1 час 18 минут. В основном оно было посвящено внутренним вопросам, дополнительной поддержке семьи с детьми, пособиям, строительству школ, увеличению бюджетных мест в вузах, туристическом кэшбеке, экологии и борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Правительство России утвердило программу господдержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в Арктике. В программу вошли 6 основных направлений в числе развития туризма и промышленности, субсидирование малого и среднего бизнеса, а также помощь в продвижении традиционной продукции на внутренний и внешний рынок. Большое внимание в программе уделено кадровым вопросам и образованию. Предполагается, что это поможет улучшить благосостояние коренных народов, снизить уровни безработицы, увеличить объем производства продукции традиционной хозяйственной деятельности и повысить туристическую привлекательность Арктики. Добавлю, сегодня в российской Арктике проживает 19 коренных малочисленных народов, располагаются объекты их наследия, которые представляют историческую и культурную ценность общемирового значения. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, численность коренных малочисленных народов в арктической зоне России составляет 102 тысячи человек. Печальная новость пришла 21 апреля. Из жизни ушел ветеран Великой Отечественной войны Иван Кузьмин. Об этом в своих аккаунтах в социальных сетях сообщил глава Нинецкого округа Юрий Бездудный. 10 августа ему исполнилось бы 95 лет. Иван Кузьмин ушел на фронт в 1943 году. Попал в 43-й стрелковый полк. Служил достойно, получил много наград. После войны 5 лет прожил в селе Шойна. А потом 24 года работал на Наринмарском рыбокомбинате. На пенсии занимался патриотическим воспитанием молодежи. Телеканал «Север» выражает соболезнования родным и близким. В протоке Тундровый шар и реке Печорине обнаружено следов нефтепродуктов. Такое заключение сделано по итогам выездной проверки межведомственной группы. В ходе поездки была обследована акватория указанных водных объектов, следов загрязнения нефтепродуктами не обнаружено. На краях проруби имеются следы водорослей, тины. Кроме того, в ходе осмотра был произведен отбор проб. По результатам исследований, проведенных специализированной лабораторией Центра природопользования и охраны окружающей среды, содержание нефтепродуктов находится в пределах установленных норм. По мнению профильного департамента, на фотоматериалах, представленных в социальных сетях, в водном объекте содержится большое количество водорослей, образование которых спровоцировано зарастанием травяной растительности русла реки в летний осенний период, которая не успела разложиться и в дальнейшем преобразовалась в органическую тину, осевшую на дно водного объекта. На строительство дороги на Ринмар-Усинск дополнительно выделено 800 миллионов рублей. Средства поступят в Ненецкий округ из федерального бюджета. Об этом накануне сообщил глава региона Юрий Бездудный. Дорога на Ринмар-Усинск строится в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Как сообщили ранее в Департаменте строительства ЖКХ «Энергетики и транспорта Ненецкого округа», в 2021 году планируется завершить работы по строительству первого и третьего этапов первого участка региональной автодороги на Ринмар-Усинск, продолжить строительство второго участка автодороги, а также начать строительство участка с мостом через реку Шапкино. На эти цели в 2021 году предусмотрено 5,5 миллиардов рублей из федерального бюджета. Еще 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета предусмотрено на 2022 год. Найти работу – нелегкое испытание. Если прибавить к этому нынешнюю обстановку, то задача становится еще сложнее. В связи с этим Центр занятости населения Ненецкого округа помогает тем, кто остался без стабильного заработка, получить новое образование. Елизавета Кабанова расскажет подробнее. Учиться новому никогда не поздно. Центр занятости ежегодно направляет на переобучение тех, кто в силу обстоятельств не может найти работу. На учебной площадке Ненецкого профучилища молодые люди получают новую для себя профессию тракториста. Многим очень сложно найти работу. Например, Руслан Канев, хоть и имеет среднеспециальное образование по профессии пожарный техник, после армии трудоустроиться не смог. Поэтому решил обратиться в Центр занятости. Заполнил специальное заявление и выбрал для себя профессию по душе. На самом деле, очень интересная профессия. Очень много где задействована данная техника. Ну и самому интересно. Жители Ненецкого округа активно пользуются программой переподготовки. С начала года Центром занятости на переобучение было направлено 30 человек, 7 из которых уже освоили новую для себя профессию. Профессия, на которую мы направляем на обучение, это самые востребованные профессии. Здесь у нас в округе по нашим данным, по заявленным вакансиям, по востребованности, по заработной плате и так далее, по трудоустройству после обучения. В основном это профессии повар, пекарь, охранник, контрактная система, 1С-бухгалтерия. Обучение полностью бесплатное. Граждане могут выбрать несколько профессий, которым хотят научиться. Однако есть квота – одно образование на человека в год. Не секрет, что в Ненецком округе всегда есть потребность в водителях специализированной техники – на зимниках, нефтепромыслах и стройках. Поэтому Центр занятости уже давно сотрудничает с Ненецким профессиональным училищем. В обучение у нас входит изучение устройства, техническое обслуживание. Затем мы изучаем право дорожного движения в обязательном порядке и безопасное управление тракторами. А затем практическое вождение тракторов категории B, C, D и E. То есть практически по окончанию наших курсов слушатели наши смогут управлять тракторами всех категорий. Обучение длится три месяца. В ходе занятий молодые люди получают базовые навыки и знания. После чего они могут закончить курсы для любых самоходных машин, длительность которых будет в разы меньше. Максимальная – четыре недели. Бульдозер, автогрейдер и погрузчик очень востребованы в регионе. Как отучусь, буду дальше получается там, потому что помимо просто прав на категорию, нужно ещё допуск получить к работе с определённой техникой. Планирую дальше до погрузчика ещё отучиться и уже работать на тракторе, если по возможности. В центре занятости планируют направить на обучение 173 безработных. За прошлый год новую профессию получили 148 человек Ненецкого округа. Помимо полной оплаты обучения, для жителей других населённых пунктов оплачивается дорога до города и обратно, а также проживание. Выпускники тем временем готовятся к экзаменам. Уже через пару месяцев им предстоит покинуть школьную скамью и отправиться во взрослую жизнь. Кто-то уже успел выбрать будущую профессию. Ну а для тех, кто ещё в раздумьях, предлагаем посмотреть наш следующий материал. В нём мы расскажем о том, чем хороша работа авиатехников и где можно выучиться на востребованную сегодня специальность. В доке Ми-8 авиационно-технической базы Наринмарского авиаотряда в эти дни работа, что говорится, кипит. Вертолёты необходимо подготовить к весенне-летнему периоду. В кабине сегодня наравне с остальными трудится Елизавета Докторова. Курсант Выборгского авиационного технического училища в Заполярье приехала на практику. Когда мы приехали, я очень переживала, очень паниковала, что нас просто кинут на самотёк. Вы делаете, что хотите. Нет, нас сразу встретили, главное, нам проявили всевозможные инструктажи, то есть это и водный инструктаж по безопасности, по противопожарной безопасности, на рабочем месте всевозможные инструктажи. Каждому, кому не подойдитесь к персоналу, он очень открыт тебе, он расскажет тебе даже больше, чем ты спросил. Лиза и её однокурсник Владислав учатся на техниках по АИРЭО. Эти специалисты отвечают за исправность авиационного и радиоэлектронного оборудования воздушного судна, то есть преимущественно работают в кабине вертолёта. В Нарьинмаре ребята впервые, и впервые будущие техники могут работать на настоящей неучебной машине. Правда, под строгим контролем наставника. Да, мы поставили по полноценному рабочему дню, мы их распределили по сменам, чтобы можно было достаточно подробнее на каждом уделить внимание, побольше внимания на каждого. И поэтому у нас работают два через два, полные смены, чтобы больше получить информацию. Самой гайкой, на снегранной воде, вот сюда, на эту гайку, на которую просто на заворачивание, так поведёшь и всё. Обслуживанием и ремонтом силовой установки и всех агрегатов вертолёта занимаются техники по летательным аппаратам и двигателям. Перед весенне-летним периодом каждую винтокрылую машину загоняют на межсезонное обслуживание. Старшим коллегам в этом помогает Сергей Гульков. Парень родом из Нижней Пёши, с детства мечтал работать в авиации, поэтому после 11 класса поступил в Выборг. Работа достаточно сложная, потому что лежит большая ответственность. Летают люди, пассажиры по деревням, по округам. И то, что нужно всё делать чётко и качественно. Интересная профессия. С такими машинами работать очень интересно. Труд авиатехников всегда высоко ценился. Ведь именно от этих специалистов зависит безопасность полёта и исправность воздушных судов. Кстати, у техников Палаид всегда есть возможность переучиться на бортмеханика и летать в составе экипажей. Такие случаи не редкость. Всего же в авиационно-технической базе Наринмарского авиаотряда сегодня трудится 128 человек. В дружном коллективе всегда рады молодым специалистам. Привлечение потенциальных кандидатов на вакантные места является одной из жизненно важных функций авиапредприятия. Происходят процессы наши ветераны и уважаемые уходят на пенсию. Нам нужны обновления, постоянная ротация происходит в кадрах. Предприятие очень заинтересовано в местных кадрах, чтобы местные ребята поступали, учились, приходили к нам, работали. Они адаптированы здесь к климатическим условиям. Это их дом. Таких ребят мы ждём. Выучиться на авиатехнике сегодня можно в Московском государственном техническом университете и его филиалах в Егорьевске, Рыльске, Кирсанове, Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации и его филиале в Выборге, а также Омском лётно-техническом колледже. Получить образование техника можно на базе 9 и 11 классов. Более подробную информацию абитуриенты могут узнать в приёмных комиссиях, а также на официальных сайтах этих учебных заведений. Алина Ваучейская, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Если у тебя на душе тяжело, пои песню не очень тихо, не очень громко, но от начала до конца. Под такому завету живут участники фольклорного ансамбля «Печорянка». О народном коллективе расскажет Василий Хатанзейский. «Бурбать кэт мам кэт олы», что в переводе с «коми» значит «хорошо жить в родном доме». Именно с этой фольклорной песни началась история ансамбля «Печорянка». Печорянка на сцене более 20 лет, и на протяжении всего времени коллектив сохраняет репертуар первых участниц ансамбля. В основном это лирические, игровые, обрядовые, оледневодческие песни, а также народные игры. Артисты достаточно известны как в округе, так и за его пределами. Популярность ансамблю придает не только старинная фольклорная песня, но и внешний облик. На первый взгляд может показаться, что концертные костюмы артистов похожи между собой, но это не так. Например, наряды девушек и замужних женщин принципиально отличаются друг от друга. «Вот девушка, например, голова у нее свободна, у нее коса длинная, она в ленту заплетается, а платок скручивается в валиф и завязывается, закрывая темечко. Потом, значит, чем еще отличается костюм, тем, что она не носит передника. Замужняя женщина одевает уже передник, и обязательно завязывается пояс. Сейчас идейный вдохновитель и музыоколлектива, почетный работник культуры Ненецкого округа Ольга Коцубанская, старается привлечь в ансамбль новые лица и передать вновь пришедшим весь опыт, накопленный за два десятилетия. Отрадно, что молодежь к культуру идет с большим желанием. Когда ты поешь, ты проще запоминаешь слова, также я узнаю свои корни, это развивает слух, это развивает в принципе человека, вообще песню человека развивает. Девушки и юноши в вижнских нарядах преображаются, ведь чтобы исполнить роль, нужно поменять походку, осанку и настроение. Старожилы ансамбля всегда радуются и любуются своей молодежью. Есть у ансамбля и награды, и аплодисменты, а самое главное – добрые и участливые зрители, которым дружный коллектив искренне благодарен. В Наринмар пришла весна, не просто календарная, а самая настоящая, с теплыми лучами солнца и задорными ручейками. Горожане приятный сюрприз восприняли настороженно, но синоптики успокаивают, тепла хватит надолго. Подробности Ольге Русул. Необычайно теплый апрель радует наринмарцев положительными температурами. Такие щедрые на солнечный свет дни – редкость в Ненинском округе, о которой не помнят даже старожилы. А синоптики обещают еще и теплый сухой май. Неожиданным, но приятным подарком природы жители Заполярья воспользовались с удовольствием. И старый млад вышел на улицу зарядиться солнечной энергией и восполнить дефицит витамина Д. Расскажите, на вашей памяти такая теплая погода случалась в апреле? Давненько, но было. Когда не помните? Нет, не помню. В связи с тем, что установилось тепло, какие-то у вас изменения в жизни есть? Может, вы каким-то сезонным огородным работам готовитесь? Может быть, что-то планируете? Только велосипед. Велопробежки там, все такое, спорт. Не помню такого. Чтобы была такая погода, началась в марта месяца весна. Это нигде, никогда такого не было. Вы в связи с тем, что тепло стало, уже какие-то хозяйственные работы планируете? Нет. Картошку садить? Картошку садить рано все равно. Здесь чуть север. Тут может быть заморозки в любой момент. Картошку рано, теперь вечером не надо садить. А что-то в связи с тем, что тепло стало, какие-то... Что вы делаете? Гуляю больше. Я просто радуюсь, и мне все. Была в мае 2016-го, в апреле-майе 2016-го. Была теплая погода, когда доход был ранний. Скажите, какие-то в связи с тем, что тепло установилось, в вашей жизни изменения, какие-то сезонные работы, хозяйственные, посадка картошки, там... Картошку еще садить рано, после ледохода. А так, просто хорошее настроение. Чем вы занимаетесь, вот судя по веснушкам, чем вы занимаетесь в такие теплые дни? Мы гуляем. Мы гуляем очень долго. Очень долго это сколько? Ну, где-то 5 часов. А уроки когда делаете? Вечером. Я уже все сделаю. Нравится теплая погода? Да. А вдруг холодно станет? Не станет. Я застегнусь, одену шапкой и все. Впрочем, надевать шапку в ближайшие дни даже недели не придется, обещают метеорологи. Нынешний апрель по всем позициям теплее и солнечнее, чем в прошлом году. Если в прошлом году, в апреле, в этот период были еще минусовые температуры и достаточно низкие, то вот сравнивать с этим годом, то мы уже смотрим, что у нас среднесуточные температуры, они пошли на плюс. Вот вчера, например, у нас была среднесуточная, ну там минус 0,3 была, конечно, ну практически у нуля. А были такие уже дни, когда среднесуточная температура была плюсовой. И, конечно, для апреля это очень редко бывает. Третья декада апреля будет теплой с отсутствием осадков и температурой выше среднеклиматической. Такой же ожидается и май у нас. Тоже будет очень теплый, температура воздуха будет выше среднемноголетних значений, которые были установлены в этот месяц. И будет дефицит осадков. То есть осадков будет очень-очень мало. Тепло, мало осадков, в общем-то, будет очень хорошо. Что будет способствовать развитию вот такому раннему появлению, ну, вскрытие реки Печора в районе протоки Городецкий шар, который у нас планируется по прогнозу 17 мая. По прогнозам специалистов северного ОГМС, уровень воды в Печоре в районе Нарьинмара ожидается в пределах 500 сантиметров. При образовании заторов 600 сантиметров. Большой воды не ждут. А в ближайшие три дня в Нарьинмаре сохранится теплая погода. Погода на ближайшие три дня, она установится теплой, то есть у нас будет до 9 градусов тепла. Это в ближайшие три дня, вот который у нас будет, ветер будет штормовой, он будет меняться по направлению от юго-западного до северо-восточного. Осадков будет очень мало. Вот такая погода. А вот сейчас мы с вами можем наблюдать 13 градусов тепла. Что, в общем-то, удивительно, вот я сейчас пошла, посмотрела, 13 градусов, юго-западный у нас ветер и небольшой 7 метров. В народе же апрель считают месяцем неожиданности. Ведь именно в этом месяце может выпасть снег или стать настолько жарко, что и в июне так не всегда будет. И примечают днем жарко, а ночью прохладно в апреле к хорошей теплой безветренной погоде. А звездные ночи в конце апреля к урожаю. Ольга Русул, Вадим Носкин, телеканал «Север». Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды.